Проанализируем эту функцию, посмотрим, какие у этой функции есть свойства. Во-первых, очень важное свойство, что softmax больше нуля всегда. Почему это так? Это так, потому что здесь везде экспоненты. Здесь нигде не может быть никаких отрицательных чисел. Поэтому softmax всегда больше нуля. В то же время softmax всегда меньше единицы. Почему это так? Итак, у нас есть несколько экспонент. Это положительные числа. И что больше? Одно какое-то положительное число или сумма этих положительных чисел? Причем все эти числа строго положительны. Понятно, что сумма всех этих чисел больше, чем это число. Какое-то одно из этих чисел. Поэтому у нас числитель всегда будет меньше, чем знаменатель. Именно поэтому у нас в softmax всегда будет меньше единицы. Дальше. Сумма softmax для всех классов будет равна единице. Почему это так? Попробуем просуммировать то, что у нас получается. А именно вставим вот здесь вот сумму. По и от 1 до n. И что у нас будет получаться? Здесь вот то, что у нас получается в знаменателе, это общий множитель. И мы его можем вынести за скобки. У нас получится сумма по и от 1 до n, е в степени y и t, делить на сумма ж от 1 до n, е в степени y, ж и t. Это одно и то же то, что стоит и в числителе, и в знаменателе с точностью до переименования и в ж. Соответственно, это одно и то же выражение. И поэтому сумма softmax от 1 до n будет равняться единице. То есть вот это вот равенство будет выполняться. И таким образом будет выполняться то самое требование, которое мы заявили в самом начале, что любой из классов у нас присутствует с вероятностью 1. То есть нам приходит картинка и со 100% вероятностью там есть один из классов. Проанализируем функцию softmax. Возьмем производную от softmax с индексом i по некоторому выходу из нейронной сети y, c. Причем я обращаю внимание на то, что и здесь будет отличаться от c. Что у нас в этом случае будет происходить? Здесь мы воспользуемся правилом дифференцирования частного. Производная от u делить на v равняется производная u умножить на v минус v производная умножить на u делить на v в квадрате. Вот такое правило из первого курса математического анализа. Все должны его знать. Соответственно, производная softmax по y, c у нас будет следующей. Производная того, что стоит в числителе, у нас будет равна нулю, потому что y, c нигде не входит в числитель. Потому что y, c и y, и это совершенно разные перемены. А вот то, что стоит в знаменателе, одна из экспонентов содержит этот y, c. Соответственно, везде, где у нас есть производная u, у нас будет 0. А вот где есть производная v, там у нас будет производная вот от этой суммы. Почему это будет равно? Это будет равно минус e в степени y и t. e в степени y и t это у нас u. А v это у нас сумма по g от 1 до n, e в степени y и t. Теперь рассматриваем эту сумму. Только в одну из этих экспонент у нас входит y, c. И этот член в этой сумме это e в степени y, c. Поэтому производная v у нас будет e в степени y, c, потому что производная e в степени x это e в степени x. И дальше для того, чтобы завершить взятие производной, нужно записать то, что было в знаменателе в квадрате. Вот мы это записали. Таким образом, производная софтмакса для класса i по выходу из сети по классу c будет равна вот такому выражению. Иными словами, это можно расписать как минус софтмакс i умножить на софтмакс c. Где софтмакс c это значение софтмакса для класса c, а софтмакс i это значение софтмакса для класса i. и я переставлю так. И теперь давай увидимся если что-то. То, что делая. Как buses у нас зафтмакса к подня Сmam. Продолжение следует...